Смотрел интервью Навального Евгения Альбац. А у вас есть конкретные программы по кардинальному структурному реформированию всего этого силовичья? Речь идет об МВД, ФСБ, ФСИН и так далее. Разогнать старых и набрать новых явно недостаточно. Сотрудники вот этих всех организаций это обычные люди, вроде нас с вами. Ну пусть это трудно себе сегодня представить. И большинство из них живут от зарплаты до зарплаты и занимаются на самом деле важными для страны делами. Менять таких людей бессмысленно. Только некоторая часть из них коррупционеры, негодяи и садисты. С ними разбираться будет в суд. Вопрос в системе и в контроле над системой. Например, ФСИН должен отвечать за возвратную преступность, а не за наказывание. Наказание это само по себе, вот оно, лишение свободы, это и есть наказание. А сколько людей, отбыв наказание, перестанут быть преступниками, а сколько вернутся опять в тюрьму, вот это должно быть главной заботой ФСИН. ФСБ абсолютно точно будет лишена функции второго правительства. И станет отвечать только за защиту Конституции. ФСК и прокуратура должны считать себя не слугами государевыми, как они сегодня о себе говорят, а слугами закона. Причем прокуратура это на самом деле государственные адвокаты. То есть люди, которые должны представлять интересы государства, и в некоторых случаях граждан государства в суде. А ФСК должны быть на самом деле федеральным полицейским ведомством, которое должно заниматься всеми федеральными преступлениями, а не вообще всеми преступлениями. Ключевое звено в этой системе независимый суд и право каждого на суд присяжных. Именно это ключевое звено обеспечивает контроль над системой. Ну а преступники, в том числе преступники в правоохранительных органах, они всегда будут. Их надо выявлять и наказывать. И когда система работает, то они будут выявляться и будут наказываться. Празднуете ли вы День Победы и День Независимости России? Да. 9 мая для меня важный праздник. Праздную его с детства, когда в школу приходили настоящие ветераны войны. В 70-х они были моложе меня сегодняшнего. Смысл 9 мая, который они тогда вложили в голову, в том, чтобы никогда больше, а не в том, что можем повторить. День же Независимости России, к которому я имею определенное касательство, тогда, в 90-м, я был советником председателя правительства России. Так вот, День Независимости России еще только должен стать настоящим праздником. Праздником создания национального русского государства. Я являюсь студентом Менделеевского института, который вы окончили. Как в России восстановить химическую промышленность и наукоемкие отрасли? В России сейчас есть химическая индустрия. В начале 90-х я принимал участие в фактическом перезапуске титано-магниевого производства, например, стабилизации производства минеральных удобрений. А в конце 90-х, в начале 2000-х, в становлении ангарской нефтехимии, производства катализаторов в Самаре. У нас были планы и даже были подготовлены опытные производства по ЖТЛ-технологиям. Это перевода попутного газа в жидкость. И технологии топливных элементов, которые также мы планировали будет служить для переработки попутного газа. Разгром компании ЮКОС привел к закрытию целого ряда проектов, но кое-что продолжили коллеги. Высокие же технологии в химической индустрии требуют международной кооперации, которая невозможна без доверия сторон, а его сейчас нет. И она невозможна вот под таким неусыпным контролем ФСБ, который наоборот сейчас есть, когда люди боятся этой самой международной кооперации. Я думаю, это все должно измениться. Вот как так получается? Официально Великобритания является конституционной монархией. Хотя там и нет конституции. Умные люди говорят, что там демократия. Все же, вот что такое настоящая демократия? Откуда она берется? И что означает абсолютная демократия, про которую вы говорили на конференции? Власть и права английской короны ограничены Биллем о правах 1689 года. Документ хоть и старый, но исполняется неукоснительно. А российская конституция 1993 года, которая сейчас действует, хоть и гораздо новее, но соблюдается, мягко скажем, никак. Поэтому и с правами человека в Британии получше. Тут разница в основном между правовым государством и неправовым государством. А в своем выступлении я имел в виду, что Москва и, например, Алтайский край готовы к демократической форме правления не одинаково. И подгонять ситуацию, ускорять ее авторитарными методами, на мой взгляд, не стоит. Начиная с 1995 года, все госслужащие должны подавать декларацию о доходах. При Путине данная практика неоднократно расширялась и углублялась. Обрастала разными подробностями. Также при Путине стали носить публичный характер и был упрощен для всех граждан доступ к целому ряду государственных баз данных. Возникает вопрос, как эти шаги, характерные для демократических стран и правительств, стремящихся к открытости, вписываются в ваше видение современной России? Для чего и почему это было сделано? Я лично выступаю за максимальную открытость. Еще будучи руководителем ЮКОСа, я первым в стране начал внедрять в компанию западные стандарты прозрачности. Мы первыми опубликовали отчетность по западным стандартам. Первыми раскрыли состав акционеров, регулярно встречались с инвесторами и держателями акций. Зачем Путин ввел у себя такую практику? Я думаю, что для усиления контроля ему важно иметь компромат на каждого. И уж точно он это сделал не для общества. Иначе по итогам антикоррупционных расследований что-либо бы происходило, а ведь не происходит. Да и сама-то зона открытости в последние годы только сужается. То есть Путин изначально хотел получить хороший результат. В основном, конечно, для себя, но он был бы и хорошим результатом для общества. А когда он понял, что эта открытость угрожает становому хребту его системы, он ее стал постепенно сжимать. Как вы думаете, какой потенциал у людей с сепаратистскими настроениями в Башкирии, Татарии и прочих национальных республиках? Я думаю, что такого потенциала нет. Во-первых, я не вижу реально массовых националистических настроений в республиках. Во-вторых, никакой реальной возможности для отделения и независимости у них нет. И географическое положение, и производственные связи, все это будет препятствовать отделению. Поэтому я думаю, что не стоит объяснять ущемление национальной культуры и давление на эти регионы опасения какого-то сепаратизма. Будут ли материалы, аудио, видео с конференцией «Россия вместо Путина»? Спасибо за интерес. Обязательно опубликуем. Может, не все. Если бы мы опубликовали все, было бы жутко скучно. Но самое значимое и интересное обязательно. Следите за нашими соцсетями и сайтами. Как вы добываете такую сложную информацию? Интернет – это все или без опыта и знаний сложно разобраться? Ну, конечно, опыт. Большое количество общения. Интернет. Получить информацию сейчас может почти любой. Намного сложнее ее правильно проанализировать. Что вы думаете по поводу новомосковского ноу-хау в бульдозерном праве на примере района Москвы Кунцево? Я не берусь давать юридическую оценку этой ситуации. Просто не видел документов. Хотя, если гражданам потребуется помощь, мы, наша правозащита, можем разобраться. Но то, как с жителями Кунцево, гражданами России обращались, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо. Власть просто разучилась разговаривать с людьми. И это большая проблема. Какого мнения о действующей Конституции? Не следует ли в нее внести коррективы? Если следует, то в какой части? Я много раз говорил, что считаю неминуемым изменение Конституции в части передачи полномочий от президента к парламенту и правительству. Если этого не произойдет, то мы и после Путина получим автократа на посту президента. Какая бы фамилия у этого автократа ни была. Как вам блог Любови Соболь? Любовь Соболь – это очень яркий и интересный человек. Я был бы рад, если бы таких людей в нашей стране было бы больше. Считаете ли вы, что стоит законодательно запретить использовать животных в охранных целях? Вот ваш вопрос является хорошей иллюстрацией к необходимости децентрализации власти в стране. Там, где есть такая проблема, как охранные животные, ее надо решать. А запретить охранных собак везде? Ну вот вы реально думаете, что жители Крайнего Севера или Восточной Сибири вам за это спасибо скажут? Как вы относитесь к тому, чтобы государственное устройство в стране сделать, как в Швейцарии? Просто вот взять, переписать с них все без всяких своих путей. Не получится. Другая страна, другие реалии, другие масштабы. Например, в Швейцарии каждый гражданин тщательно готовится к каждому референдуму, к каждому голосованию. Я просто своими глазами видел, как они берут вот эти 30-40 страничные буклеты и читают их страница за страницей, а потом идут голосовать. Там, например, боевое оружие хранится почти в каждом доме. Нам до такого уровня гражданской сознательности еще идти-идти. Ну, отдельные элементы, почему бы не позаимствовать? Евгения Марковна Альбац говорила, что обиделась на МБХ за то, что он не помог журналу в ситуации с этим гигантским штрафом. Было ли какое-то продолжение? Мне это важно. Я взял для себя правило. Никогда не говорить о своей помощи, если человек сам не хочет рассказывать. Так что спросите у Евгении Марковны. Как ответить, так ответить. Как войти в вашу команду? Обращайтесь в ближайшее региональное отделение Открытой России или пишите нам. Говорите, что вы хотите сделать, и вы в команде. Ну, счастливо вам. Всего самого лучшего. И пишите свои вопросы в комментариях к этому блогу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok